Вот очень классно, когда я получаю от вас приятные комментарии о том, что что-то у вас получается, что вы начинаете откладывать деньги, совершать какие-то инвестиции свои первые и какие-то результаты получать. Но еще больше меня, наверное, волнуют те ребята, которые немножко находятся в депрессухе, в том положении, когда им хочется поддержки со стороны. Они хотят услышать какие-то подбадривающие слова, что они двигаются в правильном направлении, что у них все получится. И вот одно письмо меня особенно, ну, не сказать, что заставило записать это видео, но в целом заставило проникнуться, что ли, вспомнить какие-то свои, быть может, моменты из жизни и ответить этому парнишке на его письмо. Я думаю, может, и вам это будет полезно. Саша, спасибо за мотивацию, посмотрел почти все твои ролики о финансовой грамотности, смотрю и влоги, многие мысли и мировоззрения созвучны. Интересует один вопрос, как больше зарабатывать? Можешь, пожалуйста, ответить коротко? Стараюсь изо всех сил, но уперся в потолок 1000 долларов, больше никак не получается. Сменил уже две профессии, такое впечатление, что матрица не отпускает. Вспоминая твое видео, когда ты рассказывал о том, что все мы живем в матрице, будто мне определили такой уровень дохода по жизни, и это очень печалит. Опускаются руки, иногда кажется, что выхода из этого круговерти нету. Выхода из этой круговерти нету. Я сам из Киева, буду благодарен, если ответишь. Смотри, это все чушь, что существует какой-то потолок, что для тебя какой-то существует доход, который тебе кем-то определен. Это все ерунда полная. Даже если теоретически предположить, что мы живем в матрице. Хотя, опять-таки, у каждого свой взгляд на эти вещи. Пойми, ты Бог в этом мире. У тебя создана это Божье, Вселенная, в которой ты живешь. И если ты уперся в потолок, то это только потому, что ты сам этот потолок себе поставил. Вот такая вот философия моя, лично. И я тоже, знаешь, в свое время не мог прыгнуть выше тысячи долларов. Вот, ну, созвучны мысли, да, вот. И что бы я ни делал, я зарабатывал больше, я зарабатывал меньше. Но никак не мог преодолеть, как будто действительно какую-то преграду, чтобы прыгнуть выше. Но знаешь, вот как было в моей жизни, я не мог преодолеть эту планку, пока работал на дядю. Пока работал на кого-то, на работе, ну, назовем его так. Или даже не так. Пока я не давал дяде и Вселенной больше, чем от меня хотели получать и видеть. Как только я приносил в эту жизнь, в работу, в дядю, в команду какую-то ценность, все кардинально менялось. Плюс, когда я начал сам свой путь инвестирования, все кардинально поменялось. Нужно рассчитывать, безусловно, на себя, но в то же время ты пойми, что ты один, не достигнешь больших высот в этой жизни. Нужна команда, нужна глобальная цель, как я называю, и команда, чтобы к этой цели дойти. В одиночку тебе это сделать будет нереально. Просто забудь о том, что есть потолок. Давай все лучшее, что есть в тебе, этому миру. И весь мир даст все лучшее, что только есть в нем тебе. Вот такая моя философия, и она работает. Вот лично для меня, быть может в моей Вселенной она работает. Потому что я себе так построил ее, да. Я убрал все рамки, которые только можно себе представить. Вот, ну забегая наперед, кто бы мне сказал, что я смогу вот с семьей жить в Испании, когда тут расходы у нас просто бешеные, я бы не поверил. Но мы живем уже почти год в Испании. Мы снимаем квартиру, нам хватает на еду, нам хватают на развлекушки. Мы радуем себя подарками, мы ни в чем себе не отказываем здесь. Да, может быть, мы не покупаем себе виллу где-нибудь в Марбелле, но это опять-таки рамки, которые со временем я хочу расширить. То есть стать еще более финансово независимым, еще больше получить возможностей, которые дает этот мир. Но для этого я понимаю, что мне нужно меняться самому. Я прежний не достигну этих высот. Также вот мой посыл к тебе. Меняй себя, меняй свое мысление, быть может. Зацикленность на этой тысяче долларов, что больше ты не прыгнешь. Это все хрень собачья. Ты достоин, и ты можешь делать гораздо больше. И получать гораздо больше. Может тебе нужно поменять, не знаю, Киев на Штаты. Может тебе нужно поменять свою специальность, если ты говоришь, что два раза менял ее уже. Может надо поменять в третий раз. Может нужно работать на себя, найти нишу, которая тебе будет нравиться. Потому что там, где ты будешь видеть лишь деньги, ты не преуспеешь. Ниша может быть денежная, но если она не приносит удовольствие тебе, тебе очень сложно в такой нише будет преуспеть. Поэтому ищи, вот не останавливайся, совершенствуйся, учи языки. Быть может, если ты выучишь английский, быть может, ты сможешь подняться на две ступеньки выше. Все постепенно, шаг за шагом. Знаешь, не бывает резких, супер там, резких взлетов, если брать в среднем. Да, они у некоторых случаются, но в большинстве своем каждый человек идет по ступеньке. Выше, выше, выше. Даже те же актеры, я вот простой пример, чтобы был понятен каждому. Актер получил одну роль, он сыграл там, выложился. Его заметили, пригласили на более, дали ему крупную роль. Потом позвали главным героем в какую-то картину. Истечение обстоятельств сложилось так, что там он знакомится с кем-то, кто-то его еще берет в свой проект, раскручивается и он достигает высот. Опять же, не самостоятельно, он попадает в определенную среду, знакомится с нужными людьми. Еще один важный фактор, да, социальная сфера. Путь с теми людьми, которые тебя дровят, мотивируют и заставляют просто двигаться дальше. Недаром говорят, что если ты, допустим, не миллионер, да, но попал в общение с четырьмя миллионерами, рано или поздно ты станешь пятым миллионером. Потому что ты будешь перенимать привычки, да, принимать опыт, какие-то инвестиции, с чего-то маленького начнешь. И постепенно, шаг за шагом, ты улучшишь свою жизнь, ты станешь главным героем своей жизни. Понимаешь? Вот это вот важно. И не бойся взлетов, не бойся падений. Работай над тем, чтобы взлеты для тебя не казались чем-то таким сверхъестественным. Это очередная ступень. И ты на нее зашел, и ты не хочешь возвращаться назад, ты хочешь двигаться вперед, все выше и выше. И вот я вот искренне желаю тебе вот этого найти в себе силы, найти в себе понимание и способность, решительность, стремление и смысл двигаться дальше. Ты хочешь улучшать что-то в своей жизни, улучшать жизнь своей семьи, становиться богаче, становиться мудрее, становиться опытнее. Методом проб и ошибок только так ты можешь к этому прийти. Но ни в коем случае не нужно говорить о том, что для тебя установлен потолок или делать этот потолок самостоятельно сам себе. Пробуй, двигайся и непременно успех придет. Главное это движение. Мы рождены, чтобы двигаться, не сидеть на месте. А иначе зачем же жить? Жизнь это увлекательное путешествие и нужно пользоваться этим. Нужно обязательно делать свою жизнь сказочным путешествием. Это дорога и только ты решаешь, усесться ли тебе на обочину, просить ли на этой обочине милостыню или идти по этой дороге, встречая на пути друзей, какие-то строения, здания, попутные машины, которые могут тебя подвезти абсолютно бесплатно к лучшей жизни, к большому городу, куда ты придешь. А может ты придешь туда, где захочешь остаться, где тебя встретит та единственная неповторимая, вы с ней сделаете детей, тебе там так понравится, что ты не захочешь двигаться дальше. Но это совсем другая история и я надеюсь, что она покуда не про тебя. Понимаешь, у человека нет потолка, он не может ставить себе какой-то потолок даже по тем же желаниям и мечтам, которые у него есть. Выпиши себе по пунктам о том, что ты мечтаешь, о чем ты даже не мечтал, а где-то в глубине души. Это у тебя есть, но ты даже не мог представить и вообразить, что ты этого достигнешь. Но тебе этого очень хочется. Все равно выписывай это как цель, смотри на свои цели и двигайся вперед. Нужно, чтобы что-то тебя мотивировало или кто-то. Вот пускай мотивируют эти цели. Я хочу там поехать в Штаты, хочу купить квартиру в Дубае, хочу там купить в Киеве квартиру, хочу встретить свою любовь. Хочу, хочу, хочу. И иди к этому хочу. И пусть твоя жизнь изменится. И искренне тебе этого желаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!